Добрый день, друзья! С вами Олег Богданов. Подводим итоги недели. У нас сегодня на связи Данил Заталогин, консультант финансовой платформы Bitbanker. Даниил, добрый день! Олег, приветствую! Добрый день! Всем привет! Начинаем подводить итоги. В традиционном формате пойдем. Сначала классические рынки, что было главного, что определяло движение финансовых активов. Потом перейдем к биткоину, к криптовалютам. Там тоже много было интересного. И, естественно, поговорим о тех причинах, которые двигали этот рынок. Начну я, конечно, с заседания американского Центробанка. Несмотря на то, что вроде бы должно было быть какое-то проходное заседание, там были приняты важные, достаточные решения. Во-первых, американский ЦБ начал потихоньку сворачивать программу количественного ужесточения. С 1 июля она будет уменьшена сразу на 35 миллиардов долларов. Это серьезное сокращение. Если вспомнить, как они, допустим, начинали в первую программу, во вторую, они постепенно по 10-20 миллиардов увеличили. Тут сразу радикально на 35. Причем все сокращают в казначейских облигациях. Уже, видимо, очень серьезная проблема с рефинансированием госдолга. Об этом говорят и аукционы, которые проходят, и объемы размещения растут. Дефицит бюджета большой достаточно. При таких высоких ставках возникает очень серьезный риск. Во-первых, высокие платежи по купону из-за высоких процентов, высоких доходностей. И в будущем, при том, что темпы роста экономики замедляются, возникает риск очень серьезный по рефинансированию этого долга. Тут параллельно, конечно, были и другие вещи, которые влияли на решение американского центробанка. Вот если мы посмотрим заявление, в первом абзаце они констатировали, что не получается пока сбить инфляцию до тех целей, которые они планируют, до 2%. Все последние данные были инфляционные и опережающие индикаторы, данные по ВВП и данные по доходам, расходам. Там компонент индекс ПСИ тоже был выше намного ожиданий. Все это говорит о том, что некий такой стокфляционный сценарий вырисовывается. Вот я смотрел сегодня, мы еще не знаем с Даниилом, какие уйдут данные по рынку труда. Мэр Линч говорили о том, что если будет низкая цифра при высоких зарплатах, это такой плохой сигнал для финансового рынка. Ну, как бы то ни было, факт такой серьезный. В преддверии заседания ФРС доллар укреплялся, биткоин снижался. После заседания ФРС ситуация, диспозиция изменилась. По итогам недели индекс доллара где-то на 0,7% просел. В большей степени понятно, это связано с интервенциями Банка Японии. Они масштабные интервенции два раза проводили, оценят по-разному объемы, 25 миллиардов долларов. И тут еще один момент нужно иметь в виду, потому что Банк Японии продает доллары, соответственно, пытается укрепить японскую валюту, а доллары они могут взять только из одного источника. Это опять же из их портфеля казначейских облигаций. У них достаточно большой, триллион там 150, по-моему, миллиардов. И они его тоже должны распродавать. И это еще один негатив для рынка казначейского долга. И еще фактор, который нужно отметить, доходности сильно вниз не ушли после решения американского ЦБ. Факт, де-факто поддержать, до июля уже поддержать рынок казначейских облигаций. Они остались там на уровне 4,6 по 10-летним облигациям казначейским. Пару слов о российском рынке. Ну, у нас мы завязаны теперь на Китае. В Китае выходные, майские праздники, День труда там отмечают, хотя мы работали. И у нас не работает рынок производных инструментов. Торговля волатильная, но она ни о чем. Как говорят по объемам, очень низкая даже в четверг объемы своп-операции в долларах превысили объемы своп-операции в юанях, чего уже давно-давно не наблюдалось. Объемы низкие. Поэтому торгуют отдельные истории. Тот же отчет «Газпрома» негативный отторговывали на рынке акций. Валютный рынок волатилен. То есть, котировки меняются плюс-минус полтора рубля очень достаточно быстро. Но в целом концепция остается прежняя. Токи, вот как только полностью рынок работает, оттоки сохраняются. Теперь криптовалютный рынок. На данный момент биткоин стоит 59,200, 59,190 в этом диапазоне. Даниил, вот насколько значимым был фактор ФРС и насколько значимы вот эти все события, которых следим, о которых говорим, притоки оттоков, потому что в моменте там 600 миллионов долларов, по-моему, констатировали отток. Два года такого оттока не было. Как вы это все объясняете? Ну, оттоки, да, движение ликвидности у нас в ETF было со знаком минус. Вот. То есть, у нас оттоки из Fidelity, оттоки из BlackRock. Соответственно, рынок переживает такую фазу консолидации. Вот. Поэтому, в принципе, ждем нового притока ликвидности. Ну, вот он пошел, вроде бы, когда запустили гонконгский ETF, там, по-моему, 200... Нет, там объектно было. Нет, там прямо... Нет, да? Да, там ожидали, что будет какая-то цифра. Там цифра получилась 12 миллионов в первый день. Ну, и как началось, так и закончилось на этом. Все. То есть, рынок, по большому счету, смотрит на США, смотрит, допустим, в том числе и на Европу. Да, но Азия себя не особо проявила. То есть, может быть, он, конечно, в перспективе проявит себя, но на данном этапе нет. То есть, и важно понимать, что такое вещь, то, что по факту биткоин пришел к средней цене закупки у как раз организаторов торгов, у BlackRock и Fidelity. Да, то есть, вот... Вот мы говорили об этом, 56 тысяч, там, плюс, минус. Ну, да. Куда дошли? Да, 57, 58. Вот мы приплыли. То есть, он теперь этот уровень должен как-то переварить. Вот, обдумать и дальше уже сформировать движение. Вот смотрите, Данил, ну, как раз если запоставить вот эти все объемы по притокам-оттокам, максимальный отток был как раз в среду перед заседанием американского Центробанка, потому что ждали, что все-таки ФРС будет жестким. Этого не случилось. И Паул говорил, что следующим движением вряд ли будет повышение ставки. Скорее всего, они ждут, когда появится возможность снизить ставку рефинансирования. Мы видим, что ситуация восстановилась. Вот в прошлый раз мы говорили, там было 62, по-моему, 63 где-то вот в этом диапазоне. Сейчас, в принципе, недалеко 59,111. Все-таки реагирует, вот биткоин становится постепенно таким более классическим активом. И вот эти притоки, они все-таки идут от тех людей, которые больше сторонники классического подхода, насколько я понимаю. Есть ослабление монетарной политики. Значит, мы заходим. Если жесткая монетарная политика, мы выходим. Вот похоже на это или все-таки нет? Но они имеют. Да, то есть у нас в биткоине сейчас два лагеря. Лагерь для тех, кто... Лагерь, там, назовем так, ритейл. Там средние, малые, средние чеки. Ну и вот как раз есть хедж-фонды, которые торгуют вместе с экономикой. То есть они есть. Когда кто-то перетягивает на себя одеяло, то получается, что... Хорошо, ладно, цену туда отвезли. Но если сейчас тезер выйдет и напечатает пару миллиардов, то, в принципе, все, что бы ФРС не сказал, рынок поедет туда, куда поедет ликвидность. Тезер не печатает. Битфайник сказал, что консолидация продлится два месяца. То есть, по сути, два месяца – это как раз у нас июнь, где квартальная экспирация. То есть они ее планируют, видимо, нарисовать на супер-хай. Ну, перехай сделать, допустим. То есть консолидироваться и потом сделать переход. Ну, окей. Им это сделать достаточно, словно, достаточно прост. Они просто выпускают два миллиарда, пять миллиардов тезеров и поехали. Ну, они же как-то обосновывают вот эти выпуски и миссию. Чем-то она должна обосноваться. Ведь они говорят о том, что есть реальный приток, они считают денег, ну, то есть фиатных денег. И таким образом они позиционируют выпуск тезера. Ну, так, во всяком случае, написано у них. Да, и аудиторы говорили, что так оно и есть, на самом деле. Те, которые проверяли, насколько я помню, компанию. Ну, да, так и есть, да. Будем так думать, да. Будем так считать. И вот вы говорите о том, что до июня некий, вот, может быть, хай. А внизу есть какие-то цели сейчас? Что-то открывается? Или вот этот забор будет железобетонным в районе 56-55 тысяч? Не, ну что вы, у нас нет ничего железобетонного. У нас, мы там просто забрались в канал, мы, как бы, нырнули под канал. Вот, и там внизу 52 у него стоит. Да, ну, то есть, там 60-52, вот у нас канал. Там 60-74, другой канал. И вот мы немножко вот зашли под низ. Если мы сейчас соберемся с силами, с мыслями, что, скорее всего, так и будет, и мы вот где-то там 60, вот, начнем возиться вокруг нее, да, то это вот такой хороший уровень, мы зацепились. Вот, с другой стороны, ну, 52, как бы, не очень хорошая история будет для Блэкрука, да, потому что у него же Тейл сидит, там истерика начнется. То есть, если они 57, средняя закупка, они их отвезут на 52, вот. Вот, это там в крипте все такие плюс-минус 20 процентов ходят, а там я не думаю, что ETF, держателям ETF будет привычно, что у них там 60-50. Ну, они как-то не отнесутся к этому положительно. Вот, поэтому я думаю, что все-таки биток может где-то здесь. Вот, ну, и ожидается, что, конечно, у нас наша темная лошадка выйдет, конец, так сказать, себя проявит, эфир, да, потому что соотношение битка и эфир находится на исторических, ну, на таких сильных минимумах, вот, и требуется развернуть. То есть, я напомню, что если биткоин уже там поплавал, оверхай свой сделал, то эфир, он даже, он даже, вот, вот, мне кажется, вот он только сейчас, он начинает такое, приходить в себя с пониманием того, что, о, точно, там, 5000 долларов, ну, как-то так. Просто эфир очень резкий, он может, как бы, в эфире нету предпосылок для, то есть, если в биткоине очень много сидит институционалов, то эфир, он находится немножко в своей такой, кухне варится, и здесь уже, там, ФРС не ФРС, он просто, там, сегодня 3, завтра 3,500. Вот это вот стиль эфира, ну, 3,500 утрируй, да, или, там, 3 дня по, там, 15%, там, бам-бам-бам-бам-бам. Вот, это вот он может исполнить спокойно такой рост. Ну, и у нас еще остались, знаете, вот эти факторы, которые трудно предсказать, так называемые черные лебеди, но в российской интерпретации это какой-нибудь жареный петух, то есть, какие-то геополитические события, события рыночные, которые вызывают торговлю рисков, ну, уходят от риска инвесторы, соответственно, и вот здесь, как мы помним, в последнее время, тот же биткоин, вообще, криптовалютный рынок проявил себя, как классический рынок активов, там, высокотехнологичный, да, то есть, он не стал защитным, а все-таки он падал вместе с рынком. Вот у нас в перспективе, ну, какие тут вероятности, ну, понятно, что, там, российско-западные отношения, Израиль-Палестина здесь вроде бы все наметилось, или Израиль-Иран, ну, я имею в виду, какие-то договоренности наметились, Иран-Израиль здесь пока вроде бы спокойно, но вот этот элемент, он может стать триггером, да, каким-то? Вы знаете, я думаю, что, ну, моя логика в том, что биткоин, вообще, там, биткоин и эфир, он больше является защитным в любой геополитической нестабильной ситуации, он это проявлял. То, что мы видели на Иран-Израильском конфликте, это, скорее всего, был повод, а на самом деле, большая проблема у биткоина, есть одна фундаментальная сейчас проблема, эта проблема называется Michael Saylor и компания MicroStrategy. Вот это самая большая проблема биткоина, в принципе, потому что Saylor, как держатель, как, он же, по сути, из MicroStrategy сделал, там, ETF с плечом, да, по факту, вот, там тормозов нету, то есть, этот человек, он конкретно портит жизнь всей индустрии, вот, поэтому, вот, именно Saylor является черным лебедем, то есть, MicroStrategy падает, биткоин падает, он там постоянно какие-то схемы исполняет, вот, поэтому это как раз, вот, назовем так, ну, черный лебедь это то событие, которое мы не видим, да, но мы можем сказать, что с высокой долей вероятности черный лебедь может появиться из области деятельности Saylor и MicroStrategy, это самая большая проблема биткоина, в принципе, вот, вторая проблема биткоина, это тезер, вот, но тезер, он, ну, пока нету предпосылок, то есть, в любом случае, американские власти, если они и копают под тезер, ну, там, они это долго делают, то есть, пока мы не видим предпосылок косвенно, конечно, да, там тезер пошел в диверсификацию в другие страны, он стал включать механизмы, при которых можно защитить свои активы, да, то есть, если вас тезер где-то арестовывают, да, грубо говоря, о факт, там, говорит, что вы плохой, то тезер там на троне, да, может появиться, ну, условно, вот, но видно, что он пытается как-то защититься, то есть, он прорабатывает действия, направленные на защиту собственного бизнеса от деятельности правительства США, вот, но это второй черный лебедь, вот, а, в принципе, другие лебеди, ну, больше всего, конечно, сейлор беспокоит, потому что он пассажир нервный, и то, что он вытворяет, ну, то есть, раньше был глава Бинанса, он хотя бы, ну, как-то вот, он вышел из такой-то криптовой тусовки, и для него все-таки он там, Twitter, ну, для него было важно комьюнити, а этот человек, он, как бы, он ни с какой-нибудь криптовой тусовки, он просто сделал там ETF, назвал его компанией, вернее, была компания MicroStretch, же он ее превратил в ETF, вот, а сейчас он активно занимается, ну, качанием рынка, вот, вот эти все пилы, которые мы видели на марте, я, в течение марта и апреля, да, вот эти вот там, давайте 75, потом 58 внутри дня, потом 70, ну, это все у нас товарищ, товарищ, товарищ сейлор исполнял, вот, ну, как бы, у сейлора уже был... Учинацию, логику понять сложно его, да? Ну, это вы знаете, это человек такой в стиле, вот, Соло Гудмана, да, из сериала, это Call Saul, вот, вот такой же вот у нас пассажир в криптовалютном рынке, вот, проблема в том, что у него очень много битка, вроде бы есть, вот, и в этом, ну, вот, вот это самая большая проблема биткоина, самая большая, на мой взгляд, понятно, спасибо большое, Даниил, я напоминаю всем нашим зрителям, что операции с биткоинами, с фиатными валютами, ну, естественно, инвестиционный процесс, все это вы можете сделать на платформе Bitbanker, мои телеграм-каналы открыты, закрыты, открыты валюта рубль, все это по ссылкам под этим видео и по реферальному коду на Bitbanker, по-моему, можете заходить. Даниил, спасибо, Даниил, консультант финансовой платформы Bitbanker, с вами был Олег Богданов, удачи. Да, спасибо.